Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Говорит и показывает подпольная правда. Все маломальские приличные передачи взяли за правило в начале года раздавать кому не попади награды за достижение года ушедшего и уже раздали почти всех слонов. Но мы-то не маломальские приличные передачи, мы ого-го, какая приличная. И сегодня тоже раздаем награды за самые яркие события игрового мира, которые приключились в 2007 году. Итак, сегодня в нашей передаче ежегодная подпольная премия «Золотой рулон». Первая награда подпольной премии отправляется в долгий ящик. Долгий ящик Xbox 360, который был официально запущен у нас в стране с февраля 2007 года. Долгое время над изделием корпорации Microsoft стяготело проклятие красных кругов смерти. Большинство приставок из первого помета дохли, не дотягивая до половой зрелости. Но корпорация «Мягко-мелких» увеличила гарантию на три года и стала продавать приставки со скоростью кролика, дотянувшего до половой зрелости. Кроме того, в России в 2007 году была запущена приставка PlayStation 3 от корпорации Sony. Но мы ей никаких рулонов раздавать не будем. Потому что, во-первых, к моменту русского запуска приставку решили обратной совместимости с играми для PlayStation 2. Как показывает практика, если наступить на яйца собственной песни, звук получается громче, но в ноты попадаешь уже не всегда. Такой ход не прибавил популярности третьей Соньки, и это еще мягко сказано. Кроме того, на старте приставка стоила 21 тысячу рублей, а это, между прочим, неделю трахаться. Так что, до свидос. Осенью 2007 года на ВДНХ состоялась выставка «Игромир». Выставка запомнилась навигацией несуразной до такой степени, что в стендах путались даже сами устроители за предельным количеством представленных игр и обилием девчонок-стендисток. Девчонки все, как на подбор, глупые и красивые, вполне скрасили сыроватую организацию и еще более сыроватую погоду. Во всяком случае, выручка от продажи входных билетов и лимонада вполне должна порадовать тех, кому она достанется. А сама выставка, особенно девичьих частей организмов, вполне порадовала обильных посетителей, большинству из которых наверняка еще и паспорта не выдали. В общем, заслуженный золотой рулон. Дальше у нас на очереди «Сталкер», который наконец-то, наконец-то показал нам всем, из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши игрушки. «Сталкер» ждали давно. «Сталкер» стал для нас своего рода наваждением. Разработчики исправно разводили бурю в стакане с горилкой, потом долго маялись головной болью, напускали на себя таинственный вид, но игру через 6 лет все-таки из себя выдавили. Оказалось, что выдавленное не настолько отличается от продуктов жизнедеятельности других разработчиков, чтобы об этом трубить на весь мир. Поэтому рулон туалетной бумаги мы отдаем другому долгострою – «Хала-3», который за первую неделю продаж принес своим продавцам 4,3 миллиона долларов. Не могу, не могу не дать рулон туалетной бумаги. Рулону кинопленки. 2007 год поразил нас экранизацией культовой шпионской киллерской игры «Хитман». Экранизация поражала прежде всего тем, как переосмыслили создатели любимый, знакомый образ. Элегантный, как рояль, генетически модифицированный убийца из игры превратился в фильме «Питера» из балета, который вместо того, чтобы выполнять приказы, мается вопросом, кто подставил кролика Роджера, а заодно спасает себя и дешевую проститутку – рабыню брата русского президента. Всю дорогу везет ее в багажнике автомобиля «Ауди» и при этом пытается ей еще глазки строить. Также из фильма мы узнаем, что брат нашего президента торгует оружием и наркотиками, что наши спецназовцы носят ушанки поверх бронежилетов и что в Москве есть московский вокзал. Вы что-нибудь поняли? Я так и думал. Я передаю этот рулон туалетной бумаге съемочной группе «Хитмана» и предлагаю создателям засунуть его себе в башку. Если нет мозгов, пускай хоть что-нибудь будет. Последний моток туалетной бумаги, который у нас остался, мы оставляем себе. Во-первых, мы работаем в нелегких условиях, и на нас, точнее на днище нашего организма, то и дело оказывается нешуточное давление. Во-вторых, мы тоже его заслуживаем. Да-да, ведь именно в сентябре 2007 года вышел в эфир первый выпуск всенародно любимой самой доброй межгалактической программы о виртуальных развлечениях «Подпольная правда». Пипи, как ласково называют ее поклонники, тут же стала событием в отечественной и международной журналистике, показала новые пути развития интернет-вещания и очень полюбилась той тысяче с небольшим человек, которые ее смотрят, пишет нам в приветственной телеграмме, президент межгалактического совета. Мы очень признательны вам, друзья мои, очень признательны за поддержку и любовь. Мы знаем, вам не надо напоминать, куда писать нам письма на «Правда», как всегда, собака, gamesdefistv.ru И знайте, в следующий четверг мы увидимся снова.